Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Что ж, одна из самых необычных глав Библии, хотя и трудная, но в ней столько мудрости для приготовления нас к правильному пониманию последних времен. Мы видели войны, конфликты, сражения на протяжении всей 11 главы книги Даниила. И как я говорил, не один раз, не два, но вот уже в третий раз, что это соответствует тому, что мы находим в учениях Мессии Иешуа относительно данного периода времени, последних времен. Он говорит, что будут войны и военные слухи, что восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие военные конфликты и нестабильность во всех аспектах в последние времена. Именно это мы и видим происходящим здесь. Что ж, откройте вместе со мной книгу Даниила, 11 главу, там, где мы остановились в прошлый раз, в конце 22 стиха. Здесь нам представлен кто-то. Очень-очень значимая фраза. И я хочу, чтобы у нас был правильный контекст, прежде чем мы продолжим изучение 11 главы. На прошлой неделе мы увидели, вернувшись, вы увидите в 21 стихе, что восстанет на место его. То есть новый человек займет престол северного царя. И он назван Невзе, презренный, тот, кто презирает все Божье. Между прочим, то же самое слово в другой форме, но с тем же корнем использовано для описания Исава. Очень значимо то, что у этого человека склад ума тот же, что и у Исава, попытаться помешать планам Божьим. Исава не интересовали цели Божьей, и этого тоже они не интересуют. Почему? Потому что он движим сатанинским обманом. Итак, он появится, но мы видим, здесь, что царство, то есть его желание установить царство не сбудется. Он появится во времена спокойствия и укрепит царство посредством лести или обмана. В 22 стихе мы видим, что его вооруженные силы пройдут словно поток, и некоторые переводят так, что они будут сокрушены. Но вот проблема с этим. Если его силы будут сокрушены, тогда это не объясняет происходящее в следующем стихе. Потому что в следующем стихе мы видим что-то. Прежде чем мы прочтем, вспомните, что тут сказано. И даже принц завета. Кто это? Мы поговорим о нем позже. Но запомните эту фразу. Посмотрите 23 стих. Понимаете, мы должны толковать Писание на основании того, что говорится. Мы не можем просто переводить, когда содержание не ясно. И между прочим, одна из причин, почему эта 11 глава такая трудная в том, что здесь использован сложный язык. Не всегда ясно, о ком говорит автор. Кому относится глагол. Значит, не будучи внимательными, мы можем неверно перевести и прийти к неверным выводам. Но обратите внимание на то, что сказано в 23 стихе. Это ключ для того, чтобы прийти к правильному толкованию. Мы читаем и видим, что здесь сказано о союзе, об альянсе. Мы видели нечто похожее в этой же главе, в 6 стихе. Но это другой вид союза. Потому что его армии проходят по странам, разрушая и губя эти страны и народы. Мы видим, что происходят две вещи. Первая — откроется принц Завета. Вторая — мы видим, что будет союз других стран, которые присоединятся к этой империи. Вот что это значит. 23 стих. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать. Заметьте, что здесь сказано «мирма» — обманом, и взойдет. Итак, все его царство основано на обмане. Основано на ложных словах. На тех словах, которые люди хотят слышать. Эти слова обеспечат ему большую поддержку. Но все это обман. Он будет обманывать, и он взойдет, что значит, что он усилится и будет править очень, очень мощно. И тут сказано «и держит верх». Обратите внимание. Бим-ад-гой с малым народом. Писание говорит нам, что он будет очень сильным, но цели его связаны с этим малым народом. Вот на чем он сосредоточен. Здесь центр его желания. И это не должно нас удивлять. Почему? Хотя Израиль и маленькая страна, она имеет великую духовную значимость. И хотя большинство мира это не признает, вы знаете, кто признает? Сатана и его стратегия такая. Если он сможет погубить Израиль, а он хочет сделать это одним из двух способов, один мы уже увидели, если он сможет привести его к духовному развращению, чтобы народ объединился с ним и отверг Бога, так Сатана думает одержать победу, а иначе он просто хочет уничтожить его. Это будет второй путь, который он попытается осуществить, потому что Израиль не будет на его стороне. Итак, смотрите снова. Он станет сильным. Мы видим, что он взойдет и одержит верх. И все это ради малого народа. Посмотрите 24. Во времена спокойствия царство его усилится, и он войдет в мирные, богатые и плодоносные страны. Это слово может означать и провинции, так что он войдет в лучшие места и сделает что-то. Но это не будет успешно. Что же он намерен сделать? Заметьте, что тут сказано. И совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. И что это? Он намерен взять контроль над духовными лидерами Израиля. Никто из других этого не делал. К примеру, римляне не сделали этого, хотя греки в свое время запретили евреям соблюдать Тору. И это уникально. Он захочет сделать то, чего не делали другие, правившие над Израилем. А о ком я говорю? Я говорю о таких странах, как Египет, Ассирия, Вавилон, Империя Медян и Персах, а греков и римлян. Никто другой этого не делал. Но он захочет это сделать. Посмотрите текст, 24 стих. Во времена спокойствия царство его усилится, и он войдет в мирные, богатые и плодоносные страны или провинции и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. И что это? Биза, вэ, шалал, у, рэхуш, ша, лахэм, и взор. Что это значит? Добычу, награбленное имущество. Это результат войны. Он завоюет, мы это видели. Он завоюет много стран. И богатство, и избранные позиции этих мест, он будет расточать своим. Имеется в виду, кому? Этому народу, этому малому народу. Вот что он пытается сделать. Подкупить Израиль. Писание говорит, что он раздаст добычу ему. Что касается крепостей, тут сказано, что он будет иметь на них свои замыслы. Но заметьте, что тут сказано вэ ад хаэт, но только до времени. Какого времени? Это очень важный термин. Вот что этим говорится. этот царь сделает много хорошего, казалось бы, хорошего для Израиля. Он возьмет добычу, награбленное имущество и богатство, что он отнял у других людей, и он будет раздавать это среди народа Израиля, делать на пользу ему, делать много, много, казалось бы, хороших вещей. Но в конце этого стиха мы читаем, но только до времени. Какого времени? До того времени, когда появится, то он есть на самом деле, и то, чего он желает, чего он ожидает, взамен всех этих, казалось бы, хороших вещей, что он сделал для Израиля. Посмотрите 25 стих. Потом возбудит силы свои и дух свой, сердце свое с многочисленным войском против царя южного. Он возбудит силы свои и сердце свое, свои мысли против южного царя. С чем? С многочисленным войском. И южный царь выступит на войну. Он подвергнет южного царя. Его ожидание – не спровергнуть это южное царство раз и навсегда для того, чтобы совершить то, что он хочет. Но посмотрите, что происходит. Снова 25 стих. Потом возбудит силы свои и дух свой, сердце свое с многочисленным войском против царя южного. И южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском. Он выступит с великой, великой силой. Так здесь сказано. Но что произойдет? Вэ, ло, ямо. Южный царь не будет иметь успеха. Увидев, как северный царь поднимается в гордости, южный попытается не спровергнуть его, но не достигнет в этом успеха. Почему? Потому что у северного царя были мысли относительно его. Северный царь все это продумал. Это его не удивило. 26 стих. И те, кто будут есть за его столом, кто это? Южный царь. Погубят его. Они разгневаются на него за это поражение. И тут сказано. И войско его разольется. Оно падет. Оно падет, и будет много кого? Много убитых, много мертвых тел, трупов на пути. Что мы имеем в итоге? Мы имеем то, что северный царь опять триумфатор, а южный царь потерпел поражение. Но смотрите, что здесь сказано. Очень важный стих. Посмотрите 27. Многие люди не понимают значение этого стиха. Если вы упустите значение 27 стиха, вы упустите ключевой момент, разъяснение, которое дает нам текст для понимания этого местописания. Итак, посмотрите 27 стих. Мы читаем здесь. «И у обоих царств эти два царства царей». Тут сказано, «У обоих царей из них на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь». Писание говорит нам, что эти битвы между северным и южным царями имеют одну цель. Что за цель? «Чтобы заложить основание для прихода антихриста и для того, чтобы ему править с абсолютной властью». Снова посмотрите этот стих. Очень важно. «У обоих царей сих на сердце будет коварство». То есть, у них нет никакого благочестивого намерения. И за одним столом будут говорить ложь, «Но успеха не будет». «Но успеха не будет». «Их старания не увенчаются успехом». Почему? Почему они не будут успешны? Посмотрите, что тут сказано. «Ки от кец ламоэд». Потому что конец еще отложен до времени. Вот что это значит. Они не будут успешны, потому что есть назначенное время последние дни. О чем идет речь? О том факте, что Мессия вернется и он уничтожит их. Писание говорит читателю, идет ли речь о северном царе или о южном, оба царя не от Бога. Оба они под управлением врага этого мира, сатаны. Это он производит весь этот хаос в мире для осуществления своей цели, своих планов. Но он потерпит поражение. Когда? Тут сказано в конце, в назначенное время. Посмотрите 28 стих. Здесь сказано «И отправится он, то есть северный царь, в землю свою с великой добычей, с великим богатством». Вспомните, что Писание говорит нам ранее в 11 главе, что будет могущественный царь, и что у него будет великое богатство. Мы читаем здесь, что он вернется в землю свою с великим богатством и враждебным намерением, враждебными мыслями против Святого Завета. Очень важно, что здесь применен термин «завет». Мы уже упоминали тот факт, что был принц Завета. Но этот принц Завета, упомянутый ранее, что ж, он не святой. И это упоминание перехода, который приведет к приходу Антихриста. И намерение Антихриста, что тут сказано? Его намерение против Святого Завета. Когда мы говорим о Святом Завете, на самом деле, когда мы говорим о библейском, о назначенном Богом Завете, что должно приходить нам на ум? Очень просто. Обетование и благословение Божьи. В конечном итоге, эти благословения, эти обетования Божьи будут переживаемы народом Завета Божьего, народом Нового Завета, через веру в Мессию Иешуа. Где же они получат их? Что ж, в Царстве Божьем. Писание говорит здесь в ясных терминах, что его намерение или сердце есть связь между сердцем и мыслями человека. Что говорит Писание? Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Итак, его намерение против этого Святого Завета. Что мы под этим имеем в виду? Что он против установления Царства Божьего, и он готов вести войну. Но здесь он вернулся в свою страну. 29 стих. В этом стихе есть слово «Ламоэд». Почему оно важно? Потому что об этом же слове говорится как о назначенном времени, но также это слово связано и с последними временами. Мы это увидим через несколько минут и уже видели в книге Даниила ранее. Когда речь шла о времени, временах и полувремени о трех с половиной годах был использован этот термин «моэд». Таким образом, это слово уникальным образом пророчески связано с последним периодом времени, с теми тремя с половиной годами. И это важно, потому что это место Писания сосредоточится на этом. И есть одно главное событие, о котором нам надо помнить и которое дает нам разъяснение. Продолжаем двадцать девятый стих. В назначенное время опять пойдет он на юг. Контекст говорит нам, что это северный царь, он пойдет на юг. Не гев, но последний будет не такой, как прежний. Буквально прежний и последний раз. Почему? Ответ в следующем стихе. и они выступят против него. Придут корабли китимские. Есть разные мнения по поводу того, что это значит. Вероятно, речь идет о Средиземном море, и он упадет духом. Вначале он не будет успешен, но он вернется. Какое тут послание? Он не преуспел в первый раз, но пробудет снова и снова. Итак, он вернется. Но обратите внимание, что он вернется с великим гневом против Святого Завета. Это уже во второй раз. Вот что он будет думать. Ключ к его успеху привлечь Израиль на свою сторону. А как он это будет делать? Что ж, мы уже видели. Он сделал, казалось бы, много позитивных вещей для еврейского народа. Он взял богатство, которое захватил в ходе войны, награбленное, добычу, трофеи, то есть ресурсы, богатство, которое захватывает победитель в побежденных странах. И он отдал это богатство Израилю. Он с физической точки зрения сделал много добра еврейскому народу. он обеспечил ему безопасность и мир. И еще мы увидим, что он также построил храм, и я через несколько минут расскажу для чего. Итак, он вернется, но в этот раз с гневом, с яростью против Святого Завета. Что это значит? Он не хочет, чтобы обетование Завета, а это в конечном итоге установления Царства Божьего осуществилось. Он будет действовать согласно своему намерению, и он вернется. И тут сказано, что он поймет, вот ключ, он поймет, у него будет понимание о тех, кто оставляет Святой Завет. Что это значит? Это значит, что у него будет понимание, из-за чего люди станут отступниками от Святого Завета. И это его желание. Почему? Он хочет, чтобы народ последовал за ним. Самым большим препятствием для себя он считает осуществление Завета, что включает в себя две вещи. Первое, покаяние еврейского народа, принятие им Мессии, исправление отношений с Богом и осуществление этого ведет ко второму установлению Царства Божьего, а это его поражение. Так что у него великий гнев, так говорит нам Писание, у него великий гнев против Святого Завета. И вот он понимает и думает о том, что ему делать, чтобы люди отступили от Святого Завета. 31 стих. И поставлена будет им часть войска, и будут посланы войска, и будут посланы войска, часть войска, которая осквернит Мигдаш, храм, святилище могущества. Причина, почему о храме здесь сказано именно так в том, что речь не о каком-то храме, а о конкретном месте в Иерусалиме. Ха-микдаш, ха-маос, святилище могущества означает храм в Иерусалиме. Он приведет свои армии, и они станут и осквернят это святилище. Что ж, посмотрите вторую часть 31 стиха. Мы поговорим об этом больше, когда дойдем до конца 12 главы. Но этот текст даст нам ценную информацию для понимания того, что Антихрист будет делать. И не сделайте в этом ошибки. Мы здесь говорим об Антихристе. Смотрите, что тут сказано. Ве хасиру ха томит и прекратит ежедневную жертву. Почему это так важно, что он прекратит ежедневную жертву? Это говорит нам что-то, что это говорит нам, что построен храм. Ежедневная жертва невозможна без храма, без использования жертвенника. Так что сделает Антихрист? Он построит храм, но ради своей цели, а не ради цели Божьей. Так он совершит акт великой значимости. и помните, я говорил вам, что один из самых значимых актов в последние времена это то, что называется мерзость запустения. И он прекратит, вот ключевой момент, он прекратит поклонение в храме, прекратит ежедневные жертвы и приношения. жертвы и приношения эти не будут угодны Богу. Они не будут теми, которые он принимает. Все это часть сатанинского плана сделать так, чтобы еврейский народ принял лжемессию Антихриста, чтобы привлечь его в свой лагерь. Помните, награбленная добыча, взятая в других странах, он раздаст еврейскому народу. И часть того, что сделает Антихрист, он построит храм к радости еврейского народа. Он разрешит, чтобы в храме приносились жертвы и было поклонение. Но эти жертвы не будут угодны Богу. Они часть программы плана Антихриста. И он сделает нечто значимое. Об этом мы узнаем больше в 12 главе, когда он это сделает. Но немного узнаем об этом и сейчас. Ранее, в 9 главе книги Даниила, нам было сказано, что в середине недели, на половине, по прошествии трех с половиной лет, в то время, в назначенное время, Антихрист прекратит ежедневную жертву, и он сделает что-то. Он поставит, будет осуществлена «Ха шикутс мэшумэм». Даниил называет это «Шикутс ха мэшумэм». Но тут разница в том, где стоит определенный артикль. Это чтобы подчеркнуть для читателя, что мы говорим именно об этой жертве конкретно, а не о чем-то, что сделал Антиох Епифан, когда правил над еврейским народом во времена Маковеев 2000 лет назад. Нет, не об этом мы говорим. Терминология использования определенного артикля означает, что речь идет о той мерзости запустения, о которой Даниил говорил в конце 9 главы, в конце этого пророчества, в 26 и 27 стихах в этой части. Итак, Антихрист прекратит ежедневные жертвы для того, чтобы сделать вот что, чтобы поставить мерзость запустения. Позвольте мне закончить занятие вот какой мысли. Если кто-то не знает и не понимает, что такое мерзость запустения, когда это будет, почему это будет, кто это сделает и для какой цели, то у этого человека не будет надлежащего понимания о последних временах. Если мы хотим иметь правильное понимание о восхищении церкви, о нашей благословенной надежде, иначе говоря о том, что произойдет с верующими, через что пройдет Израиль, какой будет результат всего этого, нам надо иметь понимание о мерзости запустения. На следующей неделе, когда мы продолжим, это будет главным моментом урока. Это очень важно, не пропустите. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.